В минувшие выходные на одной площадке собрались самые активные окружные некоммерческие организации. Показать себя на ярмарке НКО в этом году пожелали более 35 организаций. Поучаствовать в различных акциях, мастер-классах, выступлениях творческих коллективов смогли более тысячи гостей праздника. Чем живут и что творят некоммерческие организации, узнала Любовь Пермякова. Мы брали просто лист металла, резали на трехсантиметровые полоски и проваривали. То есть делали сначала каркас, там на фотографии есть каркас, сделали каркас и из прутов сделали объемный каркас. Металлический олень, про которого рассказывает Николай Ганеев, на праздники пользовался особой популярностью. По словам руководителя организации, мастерская технического творчества «Моторика» – это только часть двух будущих композиций, которые скоро украсят окружные парки. Данный проект пять молодых творческих людей реализуют на средства гранта. Вот она эта композиция. Будет олень, уран, нарты, волокуши. Нарты и волокуши будут сделаны так, чтобы на них как на скамейках можно было сеять. Чтобы что-то сделать хорошо, надо этому всего себя отдать. И я отдал не только всего себя, но и все свое время. И помимо фигур мы еще занимаемся сваркой. И уже обучили несколько людей основам сварки. Пока Николай Ганеев рассказывал гостям о своем масштабном проекте, на соседней площадке слышался приветственный лай собак. Там приют для домашних животных проводил акцию по сбору кормов для кошек и собак. А жители столицы смогли на месте выбрать себе домашнего питомца. И вот это наши подопечные, которые сегодня ищут свой дом. Я надеюсь, что хотя бы большая часть из них найдет. У нас вот здесь вот четыре щеночка и две взрослые собаки, но они тоже вот такого же размера. Они сейчас гуляют, привлекают внимание к нам. У нас есть здесь ветвельшер, который вот с самого пункта. У нее все справки, у нее все... Собаки все чипированы. То есть на справках написан номер чипа. В дальнейшем, когда будет оформляться ветпаспорт, туда это все заносится. По словам волонтера Анастасии, участие в ярмарке дает возможность не только найти приют для 60 бездомных кошек и собак, но и обратить внимание к проблеме бездомных животных. Смогла обратить на себя внимание на ярмарке НКО и недавно зарегистрированной общественной организацией Федерации современного танцевального спорта города Наринмара. Прямо на площади ребята устроили показательные танцевальные занятия. Кроме зажигательного досуга, гости праздника могли решить семейные и личностные проблемы при помощи сказки. Закапываешь? А что закапываешь? Вот там сокровища, здесь попала и здесь ключи. А ключи хранят самые большие волны. Автор сказкотерапевтических проектов, психолог Лариса Борисова утверждает, большинство проблем можно решить при помощи этого чудесного психологического метода. Песок, которого у нас здесь много, это удивительный инструмент, который помогает эти все сказки отыгрывать. Вот у нас большая песочница для взрослых и маленькая песочница для детей. Это с помощью песка можно посмотреть на свои ситуации, на какие-то взаимоотношения совершенно с другой стороны. И навязчиво прийти к решению. С помощью песка несколько проектов реализовала и НКО «Наринмир». Площадка организации на мероприятие пользовалась особой популярностью. Благодаря этой организации теперь песком рисуют в интернате для престарелых, детском доме и сотне ребятишек по всему округу. Для того, чтобы как можно больше людей вовлечь в разные проекты и деятельность некоммерческого сектора, по словам организаторов, на одной площадке сегодня собрались десятки организаций. Заявилось на ярмарку 36 некоммерческих организаций. Это много. Мы рассчитывали на меньшее, но потянулось все как ниточка. Получается, что заявились одни, другие узнали, мы тоже хотим. Потом, когда начали оформляться, а чем мы хуже, давайте еще. И вот даже сейчас еще люди подходят и говорят, можно мы выставим все у вас? То есть вот даже в процессе ярмарок. Мероприятие мы проводим первый раз на самом деле. До этого проводились ярмарки молодежных некоммерческих организаций. Но ведь у нас есть такие некоммерческие организации, как Совет ветеранов, Общество инвалидов. Никогда мы их не собирали на ярмарку. Поэтому департамент в этом году решил объединить все некоммерческие организации и весь некоммерческий сектор. Мария Третьякова отметила, что деятельность некоммерческого сектора многопланово. И каждый из гостей и мастерской НКО нашел себе занятие или развлечение по душе. Теперь на одной площадке разных по направленности, но одинаковых по инициативности, организаторы планируют собирать каждый год. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал Север.